Дорогие друзья, я приветствую вас всех и действительно сегодня такой предпраздничный день и хотелось бы его закончить в приятном обществе, поэтому для меня сегодняшний вебинар такой особый, с особым настроем. Рада вас всех приветствовать. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, пару плюсиков в чат, чтобы мне было понятно, что вам хорошо видно, хорошо слышно, и я с удовольствием начну рассказывать о новинках нашего издательства за февраль 2021 года. Отлично, спасибо большое. Итак, в феврале, как обычно, у нас было много работы и довольно достойный полкниг получился. Много дисциплин, специальностей, направлений мы затронули. Особо в феврале у нас вышло много книг по направлениям информационной технологии, истории. Ну, в общем, расскажу вам сейчас про все поподробнее. Кроме этих направлений мы затронули и юриспруденцию, и менеджмент, иностранные языки, как обычно, естествознание, психологию, педагогику. Да, это тоже был большой полкниг, с которыми мы работаем. Работаем всегда с удовольствием и стараемся найти качественную, нужную литературу. Также у нас есть книги по медицине в этом феврале и по философии. И многое-многое другое. Обо всем по порядку. Начнем с направления юриспруденция. В этом феврале вышла у нас интереснейшая книга. Это монография. «Авторское право. Эволюция функционирования Института в Российской Федерации. Проблемы развития и международное сотрудничество». Эта книга расскажет читателям об Институте авторского права. Она является одним из ведущих в любом государстве. В этой книге автором предпринята попытка рассмотреть эволюцию Института авторского права в России и в мире. Его правовое регулирование, актуальные проблемы и практические аспекты защиты авторского права на территории нашей страны, Российской Федерации. Еще одна книга в этой же области – «Особенности производства дознания в органах внутренних дел». Это учебное пособие представляет собой систематизированное изложение специального курса «Дознания в органах внутренних дел». В нем последовательно рассмотрены все предусмотренные учебные программы темы специального курса по подготовке будущих юристов в работе органов внутренних дел Российской Федерации. Издание это будет полезно студентам, слушателям и курсантам образовательных организаций юридического профиля, преподавателям, практическим работникам органов предварительного расследования системы МВД нашей страны. Следующая область, в которой мы затронули своими книжечками – это была область управления, управления персоналом. Здесь представляем вам научную работу, которая приняла участие в конкурсе монографии «Фундамент науки». Это один из интереснейших проектов нашего издательства совместно с Библиотекой естественных наук «Ран». Конкурс этот был проведен в октябре 2019 года. Предметом исследования в данной монографии было стратегическое управление. Автором приведены результаты двух десятилетий осмысления проблемы рутинного функционирования предприятия. Издание это адресовано аспирантам, магистрантам, обучающимся экономическим специальностям, а также менеджерам и экономистам предприятий, служащим и руководителям муниципальных образований. Вот такая интересная книга. Следующее издание – это монография «Стандарты корпоративной культуры в XXI веке». Авторы этой монографии провели исследование корпоративных культур крупнейших корпораций в ключевых отраслях экономики, военно-промышленного комплекса, атомной энергетики, нефтегазового комплекса, банковского спектра, транспорта. Книга эта поможет понять правила игры в крупных корпорациях. Может быть, она полезна и ученым, исследующим корпорациям, практикам, работающим с российскими и зарубежными корпорациями, а также студентам бакалавриата и магистратуры, планирующим свою карьеру в крупных фирмах, в крупных корпорациях. Следующая книга, она как раз начинает, открывает перед вами тот раздел, которому мы посвятили очень много времени, информационные технологии, программирование. И это лабораторный практикум «Имитационное моделирование Венилоджик». Практикум этот предназначен для студентов технических вузов, аспирантов и лиц, изучающих основные принципы и этапы разработки имитационных моделей. Цель этого практикума – развитие и закрепление навыков грамотной разработки имитационных моделей на всех этапах их создания. Следующая книга в этой же области. «Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, комплексов и систем». Это учебник, специализированный учебник. Он поможет освоить материал всем изучающим принципы работы микро-EVM, IBM на основе микропроцессоров, логического программирования, программирования микроконтроллерной базы. Практические задания и методы их решения, предлагаемые в заключительной части этого учебника, призваны закрепить пройденный материал. Адресован этот учебник бакалавром направлений подготовки информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии и программной инженерии. Следующая книга – «Практикум», но очень-очень интересный. Этот практикум по программированию на pascal.abc.net знакомит читателей с языком Паскаля. Создан он был еще в начале 70-х годов прошлого века для обучения студентов программирования и до сих пор не утратил своей актуальности. В наглядно доступной лаконичной форме изложена краткая справочная информация о синтаксисе языка. Даны задания для выполнения лабораторных и практических работ, разделенные по темам. Комплексные тестовые задания с ответами помогут в текущей проверке знаний, промежуточном и итоговом контроле, а также самоконтроле. Я пытаюсь параллельно еще заглядывать в чат и даже вижу, что вы уже сами ищете ответы на свои же вопросы. Это здорово. А мы сейчас продолжаем. Если будут какие-то вопросы, я в конце вебинара готова на них ответить. Так что не переживайте, обязательно все посмотрю. А пока расскажу вам про книжечки. Если что-то интересное, конечно же, отмечайте и сразу пишите в чат. Мы к этому еще вернемся. Следующая книга... Сейчас, минутку. «Единое цифровое пространство научных знаний. Проблемы и решения». Это сборник научных трудов. Современное информационное пространство содержит огромные объемы научной информации, отображаемые в публикациях и базах данных, представленных в цифровом виде. Вот эти объемы нарастают с огромной скоростью по всем областям науки. Соответственно, остро стоит проблема создания такого некого единого цифрового пространства знаний. Материалы Московской Всероссийской научной конференции, которая проходила в 2020 году в Москве, вошедшие в это издание, они посвящены как раз вот этим новым технологиям, которые применяются в информационном обеспечении науки. Авторы статей рассматривают возможности и перспективы интеграции открытой международной мультилингвистической платформы управления научно-технической информацией в такое единое цифровое пространство научных знаний. И также обсуждают в своих статьях ряд сопутствующих проблем. Они есть всегда, и очень важно, что на них обращают внимание и даже есть решения. Следующая книга открывает раздел «Педагогики». И мне бы хотелось обратить ваше внимание на нее особо. «Учителя, дети и родители. Что они думают о школе?» Так называется эта книга, но на самом деле это социологическое исследование, проведенное в 2019 году в 14 субъектах Российской Федерации. На наш взгляд, эта книга представляет особый интерес, потому что показывает степень удовлетворенности качеством общего образования различных участников образовательных отношений. Среди респондентов были старшеклассники, их родители, педагогические работники образовательных организаций. В общем, книга получилась, ну, во-первых, она масштабная, такая большого объема, информации в ней очень много, очень много разных мнений. И действительно, прочитав эту книгу, понимаешь, что, наверное, не все так однозначно. Вот, кроме того, могу и хочу обратить ваше внимание на то, что авторский коллектив возглавляет музаев «Анзор Ахмедович», кандидат технических наук, доцент и действующий руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Рособрнадзор». Адресована эта книга обучающимся на педагогических специальностях и тем, кто работает в сфере образования. Интереснейшее издание, обратите на него особое внимание, делайте сразу себе пометочки, потому что вот эта книга, что сейчас называется «Мастхэв». Следующее издание тоже в области педагогики было выпущено, это монография «Теория инклюзии». Вы знаете, особенно мои постоянные фанаты, те, кто приходят на все вебинары по новинкам, что инклюзии мы посвящаем много наших изданий и стараемся находить такие книги, которые действительно пользуются спросом. Они нужны, и инклюзия – это одна из тех тем, которые пользуются спросом постоянно. Вот конкретно эта книга «Теория инклюзии. Социально-философские основания» она будет интересна теоретикам и практикам инклюзивного образования, педагогам, психологам, студентам, волонтерам и всем, кто заинтересован вопросами формирования инклюзивной культуры современного общества. Научная значимость этой монографии заключается во внесении вклада в разработку мировоззренческого и теоретического социально-философского фундамента инклюзии как новой социокультурной реальности. И это здорово, что наконец-то инклюзия вошла, встала в один ряд с обычными проблемами, которые решаются, и сейчас литературу найти по инклюзии гораздо проще, чем, допустим, пару лет назад. Практическая значимость этого исследования связана с возможностью осмысления базисных философских основ такого сложного феномена, как инклюзия. Авторы особо отметили, что изюминкой данной работы является разработанный социально-философский тезарус, построенный как на авторской интерпретации философских категорий, так и с учетом междисциплинарного знания, формирующих осмысление такого многогранного феномена, как инклюзия. Следующая книга, тоже в педагогической направленности, это «Использование опорных сигналов в работе с детьми с ОВЗ». Это учебное пособие. Что можно сказать о нем? В российском обществе задачи образования и воспитания подрастающего поколения считаются, конечно, приоритетными. Особо остро стоит проблема успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи данное учебное пособие приобретает особую актуальность. В системе взаимосвязанных учебных и воспитывающих ситуаций в нем представлены материалы, включающие технологии визуализации для детей дошкольного и младшего школьного возраста, направленные на развитие коммуникативных способностей детей 5-9 лет за задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, с синдромом дефицита внимания, с гиперактивностью. Адресовано это учебное пособие студентам, педагогам дошкольного и начального образования, родителям, а также всем тем, кто интересуется проблемами инклюзивного образования. Следующее издание тоже педагогической направленности, но уже такого больше досуговой области. «Основы работы вожатого в детском оздоровительном лагере» это учебное пособие, в котором изложены теоретические основы организации летней оздоровительной работы с детьми и методические аспекты работы вожатого в детском оздоровительном лагере. Адресовано пособие студентам в направлении подготовки и педагогическое образование. Педагогическое образование будет полезно педагогам общеобразовательных учреждений и родителям, и, конечно же, вожатым детских оздоровительных лагерей. В преддверии летнего, весеннего и летнего сезонов эта книга будет особо актуальна. Также в области досуга было издано учебное пособие «Досуговая деятельность в социальной работе». В пособии рассматриваются история и теория досуговой деятельности. Представлен широкий спектр тем по ее технологической основе. Контрольные вопросы помогут закрепить пройденный материал, и мы обращаем на это особое внимание, что каждое учебное пособие у нас имеет такой раздел, который помогает закреплять все пройденное. Это учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки «Социальная работа», а также будет полезно преподавателям и всем интересующимся вопросами досуговой деятельности в социальной работе. И переходим к уже ставшей традиционной теме архитектуры, дизайна и строительства. Здесь было выпущено учебное пособие «Торгово-развлекательные центры. Архитектура и дизайн будущего». В учебном пособии рассматриваются архитектурно-дизайнерские принципы формирования организации среды торгово-развлекательных центров, которым в условиях современности приходится постоянно развиваться и подстраиваться под новые требования. Адресовано учебное пособие бакалаврам и магистрам, обучающимся по архитектурно-дизайнерским специальностям, таким как дизайн архитектурной среды, архитектура зданий и сооружений, творческие концепции архитектурной деятельности, теории и истории архитектуры. Пособие это может быть интересно специалистам в области социальной психологии, социологии и маркетинга. Также касаемо дизайна, мы подготовили учебное пособие прото-дизайн. Интереснейшая книга с необычным названием. Это учебное пособие по замыслу автора призвано восполнить существующий дефицит учебных пособий в современном российском художественном образовании, в которых доступно и интересно могли бы раскрываться профессиональные компетенции для учащихся и студентов. Прекрасное иллюстрированное издание познакомит читателей с историей дизайна. А также главной задачей этого пособия стала задача показать закономерность универсального композиционного построения в плоскостных и объемно-пространственных продуктах изобразительного искусства и дизайна. Пособие это предназначено для студентов СПО и получающих высшее образование по специальности дизайн и по дисциплине история дизайна. Не можем пройти мимо такой темы, как безопасность жизнедеятельности. И в этой сфере представляем вам учебное пособие для среднего профессионального образования. Вы видите специально подобранную серию обложек СПО пособия пожарная безопасность технологических процессов. Данное издание продолжает серию учебных пособий кандидата технических наук Алексея Валерьевича Федоряна. Вообще эта серия пособий была посвящена актуальным в наше время вопросом пожарной безопасности. И в этом году практически на каждом вебинаре мы затрагивали эту тему преимущественно с книгами именно этого автора. Изучив книгу, обучающиеся обретут знания, которые необходимы для разработки систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологических процессов современных производств. Предназначено оно, как я уже говорила, для студентов СПО, обучающихся по специальностям пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях. Такая вот интересная книжечка у нас. Переходим к естествознанию. Чуть раньше мы уже говорили об этом учебном пособии в двух частях. И рада вам представить вторую часть учебного пособия «Дендрология». Касается она дендрохарактеристики изучаемых видов, голосеменные. Вторая часть этого издания имеет более узкую направленность по сравнению с первой и содержит основные сведения по характеристике классов, подклассов и семейств древесных голосеменных растений. Авторам приводятся методики сравнительной оценки изучаемых представителей, сравнительные таблицы видов и справочные материалы к выполнению заданий. Адресуется это пособие тоже студентам СПО, обучающимся по специальности лесное и лесопарковое хозяйство. Тоже затрагивая тему экологии, представляю вам учебное пособие обследования и экологическая оценка территорий. Наш любимый автор Федорян, чуть ранее я о нем говорила. В наши дни, когда экологические проблемы выдвигаются на первый план и требуют незамедлительного решения, это учебное пособие приобретает особую актуальность, потому что в нем даны рекомендации по комплексной оценке состояния водных объектов, земельных ресурсов, атмосферного воздуха, природно-территориальных комплексов растительного и животного миров. Адресована она студентам СПО, обучающимся по специальностям рациональное использование природо-хозяйственных комплексов и природоохранное обустройство территории. Итак, плавно мы подошли к медицине. С огромным удовольствием представляю вам учебное пособие, актуальнейшее в наши дни, основы иммунологии. В наше непростое время, связанное со сложнейшей эпидемиологической обстановкой в рамках пандемии COVID-19, заинтересует это пособие не только специалистов и обучающихся, но и будет небесполезна широкой читательской аудитория. В издание вошла вся актуальная на данный момент информация по основам иммунологии и всесторонне освещены современные достижения в области молекулярной иммунологии, являющиеся главным фактором неспецифической защиты человеческого организма. Приведены основные положения по иммунодефицитам, аутоиммунным нарушениям, иммунологии опухолей, старения, а также данные об инфекционном иммунитете. Фотографии и рисунки, содержащиеся в пособии, безусловно, облегчают усвоение этого непростого материала. Следующая книга, она входит в раздел лингвистики, в частности, иностранных языков. Наш замечательный автор, массу книг, выпустившие уже в нашем издательстве, и больше всего удивляет обширность взглядов этого человека. Тинякова Елена Александровна представляет нам новую книгу. Это «Русский язык для международной коммуникации. Учебник для говорящих на итальянском языке с культурологическим приложением». Почему я вдохновлена этим автором? Дело в том, что она же выпустила учебник уникальной методики немецкого языка, есть английский язык, «Сейчас мы затронули итальянский язык». В общем, представляю вам прекраснейший учебник с культурологическим приложением, который будет востребован всеми, кто обучается или совершенствует разговорную речь на итальянском языке. Проект задуман автором для расширения включения русского языка в международное общение. Учебник имеет обучающую культурологическую часть в дополнение к базовым основам фонетики, лексики, разговора, основам грамматики, тренирующей логическое восприятие структуры русского языка, иллюстративный материал, и делает это издание красочным, помогая в совершенствовании языковых навыков. Обложку я вам представила. Еще одной книги Елены Александровны, и она касается китайского языка. Мне бы хотелось, чтобы вы это воспринимали как анонс на будущее, потому что мы готовим уникальнейшую книгу «Учебник для говорящих на китайском языке с культурологическим приложением». Поэтому масса знаний, которыми обладает этот человек, она поражает им. И то, как доступно и понятно изложен материал в этих учебниках, объясняет, наверное, то, как часто запрашиваются эти книги в электронном виде и в печатном виде, как много их продается в книжных магазинах. И мы действительно благодарны этому человеку, что он дружит с нами уже много-много лет. Следующая книга тоже в области иностранных языков. «Совершенствование навыков перевода научно-технической и научной литературы». Это учебное пособие по переводу научно-технической и научной литературы с английского языка на русский и с русского языка на английский. Это пособие является практическим курсом письменного перевода с английского языка на русский и с русского на английский. Цель этого пособия – расширение словарной базы и развитие навыков перевода текстов научного и научно-технического характера с учетом лексических и грамматических трудностей перевода. И адресуется оно студентам технических вузов. Но по лингвистике у нас все. И переходим к религии и мировой культуре. Религия и религиозно-философская мысль в мировой культуре. Источники, комментарии и обзоры. Вот такое издание мы выпустили в феврале этого года. Это новинка нашего издательства. Комплексная работа, позволяющая получить хрестоматийное представление о разнообразии всех форм религиозной жизни с выделением как позитивных, так и негативных проявлений. Внимание акцентировано на мировоззренческой картине, духовно-нравственных истинных заповедях, законах и прочем. Особое внимание автор уделил первоисточникам и источникам религиозной мысли. Книга является научно-популярным изданием и будет полезна и интересна самой широкой аудитории, потому что позволяет увидеть богатство религиозного опыта как фундамента всей мировой культуры. В области философии вышло в нашем издательстве учебно-методическое пособие, оно так и называется, философия. Тематические вопросы, программа самостоятельной работы студентов, тестовые и текстовые учебно-методические материалы, а также компетентно-ориентированные задания этого учебно-методического пособия, безусловно, окажут неоценимую помощь в изучении философии и понимании философской картины мира. Пособие это предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям педагогическое образование. Следующая книга – это монография. Пленники данного. Восприятие очевидного в разуме и безумии. В эту монографию вошли работы, которые помогут осмыслить как строго философские проблемы, так и экзистенциальные вопросы, связанные с нашей современностью. В исследовании собраны последние открытия в области понимания человеческой психики. Опираясь на них и применяя методы философского анализа, авторы открывают перечитателями слои бытия современного человека, его сознания. Книга адресована философам, психологам, студентам и всем интересующимся данной тематикой. Следующая книга с удовольствием вам ее представляю. Это не первая книга нашего замечательного автора Вячеслава Литуновского. Он автор бестселлеров, не побоюсь этого слова, «Наука побеждать», «Менеджмент» по-суворовски, и тренинг по-суворовски, «Учимся и учим побеждать». Вот такая книга у нас уже выходила в издательстве. А сейчас новая работа, которую я вам показываю в презентации. Автор адресовал ее подрастающему поколению. В этой книге в доступной форме излагается победоносная суворовская система управления собой и людьми. Книгу украшает иллюстративный материал. Издание это может быть использовано в качестве учебного пособия для факультативных занятий старшеклассников. Такая вот интересная книжечка. Следующее издание, оно уже открывает серию наших исторических книг февральских. Это учебник «История делопроизводства в России». Он в двух частях. Представляю вам пока первую часть. Я думаю, что в самое ближайшее время появится и вторая. Но о ней я расскажу чуть позже, уже по факту появления. Что касается этой книги, то мы надеемся, что данное издание будет востребовано и обретет свою читательскую аудиторию. Так как в нем показана история зарождения и становления, развития дореволюционного отечественного делопроизводства с конца IX по начало XX века. Надо понимать, что изучение истории делопроизводства в России необходимы для подготовки квалифицированных специалистов в области документоведения в настоящем и в будущем. Не зная организации работы с документами в прошлом, трудно решать такие вопросы, как фондирование документов, их систематизация, научное описание, публикация и так далее. Учебник адресован студентам, обучающимся по направлению документоведения и архивоведения, аспирантам, преподавателям, а также архивным работникам, специалистам-историкам и всем, кто интересуется историей Отечества и документальным наследием России. Еще одна книга, которую вам с радостью представляю, это «Почему говорю еще одна» – это работа историка Дмитрия Борисовича Тараторина. Весной 2020 года была опубликована его монография «Русская власть. Опыт. Деконструкция». Мы посвятили ей много времени, и я уже о ней рассказывала. Сейчас в свет выходит книга, в которой история России рассматривается в определенной взаимосвязи с историей Западной Европы. Авторам предложен абсолютно новый альтернативный подход, параллельное изучение и осмысление таких поворотных событий, как русская смута и 30-летняя война в Европе, английская революция и русский раскол, бунта и восстание периода правления царя Алексея Михайловича и французская фронта, многих других немыслимых в иные века явлений. Исследование будет интересно как специалистам, так и широкому кругу читателей. Еще Дмитрий Борисович Тараторин в нашем издательстве выпустил несколько книг, в том числе «Битва за безмолвие» в поисках византийства. Вот я вам предыдущую его книгу могу показать. Вот она такая же. В таком серийном ключе сделаны все его книги, включая и новую хроники хаоса России и Европы в XVII веке. Очень рекомендую, интересный взгляд и способ подачи информации. Следующая книга, входящая в нашу обширнейшую серию «Коллаборационисты между Сциллой и Харибдой», это книга «Русская Ван Дея», очерки гражданской войны на Дону, Голубинцева Александра Васильевича. Это мемуарные очерки организатора и руководителя восстания против советской власти на юге России, генерала-майора Голубинцева. Вот эти мемуары воссоздают достоверную и живописную панораму борьбы усть-медведецких казаков с красноармейцами на северо-востоке Дона. На страницах этого издания три кровопролитнейших года разгоревшейся братоубийственной войны на юге России после революции 1917 года. Интереснейшее издание, как и любая книга из этой серии. Очень и очень рекомендую. Вообще в этой серии открываются такие имена, которые мы постоянно слышали, но в то же время редко кто их читал. И оказывается, что практически все участники этих исторических событий написали свои мемуары, воспоминания. И вы знаете, некоторые из них не просто меняют отношение к историческим событиям, но и показывают всю глубину какого-то эмоционального восприятия человека, участвовавшего непосредственно в этих исторических событиях. Но не буду вам говорить подробно, это мое личное отношение. И просто хотелось бы обратить внимание на то, что каждая книга этой серии это, конечно, особое событие. И мы очень рады, что мы начали ее издавать, продолжаем, пополняем такими вот уникальными изданиями. Тем не менее, уже перелеснула на следующий слайд. И представляю вам двухтомник. У них, у обеих частей этой книги и у первого и второго тома одинаковые обложки, поэтому я не стала здесь вам перегружать визуальный ряд. Представляю вам двухтомник «Московское царство». Принадлежит он авторству известнейшего представителя концепции евразийства, культуролога, крупнейшего историка русского зарубежья Георгия Владимировича Вернадского. Этот труд завершает его знаменитый цикл, посвященный истории России. Эра Московского царства имела колоссальное значение для исторического развития русского народа, так как именно в этот период острых политических, социальных и международных конфликтов зарождалась и расширялась русско-евразийская империя. Следующая книга тоже уникальная. Это «Золотой фонд научной классики». Более того, мы уже выпускали книги революционера-народника, известного популяризатора науки Николая Александровича Морозова. И вот сейчас представляю вам издание его книги «В поисках философского камня». Это его сочинение, которое пользовалось в начале XX века огромной популярностью у современников. Работа эта посвящена, как уже понятно из названия, заветной мечте всех алхимиков философскому камню. Интереснейшая такая работа, очень рекомендую почитать. Не буду спойлерить, вам показала, как она выглядит. Я надеюсь, что вам это будет очень-очень интересно. Еще одна книга, это современный автор, скажем так, добавлю в ленту немного научпопа. Книга называется «Изобретатель радио Попов». Вай-фай, блютуз, эти слова сегодня знает каждый. Без них совершенно немыслима жизнь в XXI веке. Благодаря чему появились эти технологии? Буквально неделю назад, 13 февраля, наша планета отмечала Всемирный день радио. Отечественный ученый Александр Попов и его коллеги из разных стран подарили миру удивительную вещь беспроводную передачу и прием электромагнитных волн на большое расстояние. 7 мая 1895 года было ознаменовано тем, что впервые в истории человечества был произведен вот такой вот сеанс радиосвязи. Это изобретение буквально ускорило движение времени. События, произошедшие на одном конце земного шара, через несколько минут становились уже известны на другом конце. Радиоволны усовершенствовали армию, медицину, астрономию, далее старт появлению интернета в конце концов. Ну, книга Никитина, «Изобретатель радио Попов» это история жизни ученого, родившийся в семье священника, получивший образование в духовной семинарии, будущий отец радио, с детства увлекался математикой, физикой, о его университетских годах, исследовательской деятельности, работе в электротехническом институте, изобретении радио и многих других вехах жизни, повествует это издание. И посвятили мы его 125-летию изобретения радио. Вот такая вот интересная, научно-популярная книга. Еще из серии «Научпопа», но такого больше исторического, хочу вам представить книгу Ярослава Бутакова «Антиэволюция». Оригинальные теории взгляда представлены в этой интересной и познавательной книге. Историк, политолог Ярослав Бутаков выпустил уже в нашем же издательстве книгу «Антидарвин. Неудобная антропология». Я вам могу ее показать. Вот такая. Видите, у нас даже получилась небольшая серия из обложек книг этого автора. Эти работы заставляют нас в корне пересмотреть существующую научную парадигму происхождения человечества, основанную на догмах дарвинизма. Книга эта предназначена для широкой читательской аудитории. Довольно неоднозначный взгляд и в первой книге, и во второй. Поэтому очень рекомендую почитать. И, конечно же, то, как автор показывает историю развития человечества, это, конечно, для некоторых будет открытием, шоком. А может быть, кто-то найдет в этих книгах подтверждение своим догадкам. В общем, такой очень интересный взгляд на нашу жизнь. На этом февральский пул книг закончен. Друзья мои, вот такими научно-популярными книгами я вас отвлекла от тех серьезных изданий, которыми радовало вас в самом начале. Напоминаю, что все новинки нашего издательства оперативно выкладываются на сайт. Я их в конце месяца собираю и рассказываю о них вам. Но если вы в полном нетерпении и хотите узнать побыстрее, то прошу вас регулярно заглядывать к нам на сайт, заглядывать в наши соцсети, в Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбук. Ну и, конечно же, если есть какие-то вопросы, вы можете написать нам, позвонить. Если кто-то хочет комплектнуть свою библиотеку, мы тоже будем очень рады и с удовольствием вам отдадим эти книги. Если нет никаких вопросов, я бы с вами уже попрощалась, пожелала вам хороших праздников, отличных выходных. И я очень-очень вас всех жду через месяц на нашем вебинаре новинки. Марта! Спасибо вам, дорогие мои, что были с нами. До встречи!